Его новая книга под названием «Интернет денег» вышла 8 дней назад и является шедевром к прочтению. Встречайте, Андреас Антонополос. Доброе утро всем. Давайте начнем с небольшого опроса. Кто из вас хотя бы один раз использовал цифровую валюту, такую как биткоин? Кто из вас в настоящий момент обладает биткоином или любой другой цифровой валютой? Окей, мы это можем исправить. Если хотите, то позднее сегодня можете подойти ко мне, и я буду рад вам показать, как настроить биткоин-кошелек на вашем смартфоне. И я дам вам ваш первый кусочек биткоина, не целый биткоин. И покажу, как работают транзакции. Потому что революцию, которую начал биткоин и цифровая валюта, лучше продемонстрировать на деле, чем о ней рассказывать. На самом деле, довольно сложно объяснить биткоин. Последние пять лет я провел в попытках научиться тому, как объяснить биткоин. Это моя полноценная работа. К сожалению, разработчики изобретают все новые вещи, которые мне приходится объяснять заново. Поэтому, на минуту, забудьте все, что вы думаете, что знаете о биткоине. Забудьте все, что вы только слышали о блокчейне. И начнем с азов. В 2011-м я впервые услышал о биткоине. И моя реакция была абсолютно такой же, как и реакция того, кто впервые услышал о биткоине, включая его основателя. И реакция была такой. Ха! Деньги для нердов. Скорее всего, это для баловства. Спустя шесть месяцев я снова услышал о биткоине. И в этот раз я изучил документацию, на основании которой система была запущена. И мой опыт работы с компьютерами и распределенными системами позволил мне заглянуть за иллюзией того, что я думал, чем является биткоин. И это меня поразило. Теперь в моей жизни есть шесть случаев, когда я стал абсолютно одержим системой технологий до такой степени, что забывал питаться, забывал спать, и поглощая объем знаний на пределе своих возможностей. Мой первый компьютер, когда мне было десять. Мой первый опыт использования языка программирования. Мой первый модем. Мой первый доступ во всемирную паутину, когда я использовал браузер впервые. Мой первый раз, когда я скачал и установил операционную систему Linux. И биткоин. Когда я открыл его для себя, я провел четыре месяца, потребляя столько, сколько я мог. Кроме еды. Я похудел на 12 килограмм на крайне нерекомендованной диете. Одержимости. Я так и не смог выбраться из этого. Из-за продолжения открытия все новых глубин в попытках его понять. И причина того, что он так очарователен, в том, что он не является тем, чем кажется на первый взгляд. Биткоин — это не деньги. А блокчейн не является системой валют. Это платформа доверия. Это не организация. Это не продукт. И не услуга, на которую вы подписались. Это не валюта. Валюта — это всего лишь первое приложение. Это концепт децентрализации, примененной к передаваемой людьми ценности. Ведь что такое деньги? НК нам сказал, что это иллюзия. Это выдумка. И причина, почему мы это не осознаем, заключается в том, что это очень глубоко укоренилось в нашей цивилизации. Деньги являются одной из старейших технологий человечества. Они были до письма. Откуда мы знаем? Самые первые примеры письменности, которые у нас есть, — это таблицы. Это подсчеты и бухгалтерские книги с записанными в них долгами. И деньги предшествовали этим записям. Вы даже можете поспекулировать о том, что деньги сначала были основаны на словах. До того, как потребовалось изобретение письменной основы. Так что для этого и была изобретена письменность. В истории создания денег, которая протянулась на десятки тысяч лет, возможно, было лишь пять крупных изменений. От чистого бартера до введения первой абстракции ценности. Ракушки, перья, бусины, орехи, камни. И затем драгоценные металлы. Затем бумажные деньги. Затем пластиковые деньги. А сейчас — сетевые деньги. Биткоин представляет платформу, на которой вы можете иметь деньги в виде приложения, используя сеть без создания центральных контролирующих точек, используя совершенно децентрализованную систему, как интернет. И это не деньги для интернета, а интернет-денег. И что такое деньги? Деньги — это язык. Деньги — это лингвистическая абстракция. Деньги — это язык, который мы используем для взаимного обмена ценностью друг с другом. Деньги лишь позволяют нам отражать ценность. И эта ценность может иметь экономические последствия. Но также она имеет и другие последствия. Мы используем деньги для выражения и создания социальных связей и взаимоотношений, а также ассоциаций и для создания организаций. Биткоин является первой денежной системой, неконтролируемой никакой организацией и совершенно децентрализован. И тем самым он открывает перед нами абсолютно то же самое, что интернет нам открыл для коммуникаций. Если деньги — это речь, если деньги — это язык, если вы отойдете от всех остальных медиа, оставив только лишь разговор, только контент, и сделаете это интернет-контентом, завязав его на протокол, деньги через IP, то это абсолютно отделит его от всех предыдущих понятий наций, суверенных имитентов и контролирующих организаций. И здесь мы переходим от институциональных денег к сетевым деньгам. И, конечно же, все будут приветствовать это с распахнутыми объятиями. Без шансов. Как вы думаете, что они сказали, когда впервые кто-то представил депозитарный сертификат на золото вместо золотой монеты, они сказали, «Ха, это не деньги!» Пошел вон. Как вы думаете, что случилось, когда в 1950 году в первый раз кто-то пришел в мотель и представил членскую карту от Дайнерс Клаб, сказав, «Я расплачусь этим куском бумаги». Это не деньги. Пошел вон. И сейчас мы с вами находимся на краю новой трансформации денег. Мы на краю создания первой полностью глобальной, полностью безграничной, полностью децентрализованной и полностью открытой формы денег. Такой, в которой вы можете создавать приложение, так как это программируемые деньги. И вам не нужно ни у кого спрашивать разрешение на запуск приложения, так же, как вам не нужно спрашивать разрешение для запуска приложения в интернете. И единственное требование для успешного запуска приложения в интернете денег — это заинтересованные участники. Это ваш рыночный сегмент, для которого вы делаете приложение. И будут созданы миллионы приложений. Когда вы продвигаете инновации на края сети, когда убираете требования разрешений, что происходит? Экспоненциальный взрыв в инновации. Приложения, которые невозможно построить на старой денежной системе из-за требования разрешений, потому что они требуют гораздо более крупные маркетинговые сегменты. Они требуют значительного распространения среди большинства, чтобы выйти в свет. А теперь нет ни одного из таких требований. Любой в этом мире может скачать приложение или даже использовать фичер-фон с текстовыми сообщениями, сразу же получив аналогичную мощь, доступную современно-банковским институционалам. И когда я говорю, что любой, это лишь упоминание, лежащее на поверхности. Ведь довольно иронично, что не только лишь биткоину и валюте на блокчейне, неважно то, где находятся границы, им также не важно, что вы человек. Неважно, являетесь ли вы человеком или холодильником, или беспилотной машиной, за всю историю денег для владения деньгами требовалась личность, либо человеком, либо в виде группы людей или компании. Биткоином же могут обладать машины, им может обладать программное обеспечение, машины могут рассчитываться друг с другом. И это не только лишь об экономической активности. Это база для основанных на рынке систем безопасности. Это база для создания связи и взаимодействия различными устройствами. Это база для новых приложений, которых мы еще никогда не видели. Биткоин и технология блокчейн объединяет денежные системы. Сегодня это денежная система для небольших платежей и денежная система для больших платежей. У нас есть денежная система для расчета между людьми. У нас есть денежная система для расчета между компаниями. И у нас есть денежная система для платежей между правительствами. Не напоминает ли это вам что-то? Это то, как строилась коммуникация до времен интернета. У нас была система связи для обмена картинками, система связи для писем, система связи на короткие расстояния, большие расстояния, а затем пришел интернет и все это объединил. Но то, что делает интернет для денег, это создание одной сети, в которой можно осуществлять от микротранзакций до гигатранзакций за секунды из любой точки мира, каждому без разрешений. Но если вы всего лишь видите только приложение для денег, вы упускаете главное. Потому что вы можете взять, используя язык, эти строительные блоки платформы и использовать для создания других языков, передающих ценность. Токены, бонусные баллы, монеты лояльности брендов. В настоящий момент более тысячи различных цифровых валют, использующих дизейн, этот рецепт биткоина. Большинство из них — это мусор. Но некоторые — нет. И за следующие 10 лет мы с вами увидим десятки тысяч, а затем и сотни тысяч монет. Некоторые из них будут иметь экономический смысл, а некоторые будут лишь показателем лояльности. Обозначение связи. Они будут представлять вещи из реального мира. Название дома. Ключами доступа к машине. Их можно передать от одного собственника другому, а через 5 секунд новый собственник может сесть в машину и поехать. Так как машина может проверить этот новый стандарт собственности. Мы пока даже не можем себе представить, какие приложения на этом мы сможем построить. Но одна из интересных вещей, которую мы уже начинаем замечать, в том, что деньги появляются из социальных построек хомо сапиенс внезапно. Это есть даже у приматов. Мы можем научить обезьян деньгам. Можно научить дельфинов деньгам. Можно научить даже попугаев деньгам. И они научатся тому, как менять абстрактные токены на еду, а затем использовать их для построения социальных связей. Затем они также научатся вооруженному ограблению. Избивать других обезьян, забирать их камушки и есть бананы. Точно такое же поведение мы видим у детей. Дети изобретают деньги в детском саду. Кубики, резинки, карточки покемонов и другие маленькие токены. Это стоимостная абстракция, которой они обмениваются для усилия социальных связей, для показа лояльности и дружбы. Для того, чтобы учиться делиться. Создавать валюту будут дети. Только в этот раз валюта будет глобальной, устойчивой к подделкам и масштабируемой в первый же день. Через несколько лет Мария выпустит Марии Коэн в своем детском саду, чтобы соперничать Джои Коэну. Но это никого не будет интересовать, пока, конечно же, Джастин Бибер не запустит Джастин Бибер Коэн, который по капитализации обгонит 30 национальных монет на Земле. А все мы сядем писать ужасающие статьи о том, как наш мир катится к чертовой матери. То, что сейчас происходит с этой технологией, удивительно глубоко. И, определенно, для некоторых компаний в этом зале, немного пугающе. Банковский сектор никогда не был самым инновационным в мире, так как в нем присутствует очень осторожный баланс между инновацией и консервативной фидуциарной обязанностью, в нем присутствующей, которая обязана быть, когда ты контролируешь чужие деньги. А ведь с биткоином вы не контролируете чужие деньги. С биткоином я контролирую свои собственные деньги. У меня есть полная и всеобъемлющая власть над моим биткоином. Его нельзя отнять, его нельзя заморозить, нельзя подвергнуть цензуре, мои транзакции нельзя перехватить и нельзя остановить. И я это все могу сделать практически с полной анонимностью, так же, как и любой другой, через пять минут, после того, как скачают приложение, что изменило деньги навсегда. И банкинг изменился навсегда. Идея того, что вы можете действовать в денежной индустрии, в сфере коммерции, и сохранять ту же самую консервативную позицию, которая существовала сейчас и на протяжении веков, с тех пор, как купцы в Венеции и Амстердаме начали выпускать депозитарные сертификаты и предоставлять банковские услуги, ушла в прошлое. Ее больше нет. Вы не можете управлять закрытыми системами, имеющими границы и требующими разрешения на присоединение со скоростью инноваций, контролируемой наиболее консервативными тенденциями внутри вашей организации, так как сейчас вы конкурируете с технологией, которая обеспечивает экспоненциальный рост, пограничные экспоненциальные инновации, не требующих разрешения и любым в этом мире. И дело не в ком-то из этого зала. Почему? Мы представляем исключение привилегии. Я могу зайти в учетную запись брокера, зайти в онлайн и торговать на токийской бирже в иенах через 12 часов. Это имеющаяся у меня привилегия. Такой привилегии облагают полтора миллиарда людей. Шесть миллиардов людей преимущественно могут работать с одной валютой и, вероятно, имеющие базовый банковский сервис. Четыре миллиарда значительно ограничены от банковского сервиса, а невероятные два с половиной миллиарда вообще не имеют доступа к банкам. И вот они скакнут вперед. У них никогда не будет взаимодействия с банками. Каждый сегодня рожденный ребенок никогда не будет иметь банковский счет. У них будет банковское приложение. Банковское предложение, не дающее счет, а приложение, которое сделает из него банкира. Международного банкира в этом приложении. Им не будет позволено открыть банковский счет до достижения 16 лет. К этому времени я надеюсь, что у них будет по крайней мере 6 лет или более опыта работы с цифровыми валютами. И я бы хотел посмотреть, как они заходят в банковский филиал, чтобы услышать от кого-то объяснение, что означает от 3 до 5 рабочих дней. Скорее всего, у детей, родившихся сегодня, никогда не будет водительских прав, потому что у них будут беспилотные машины. Но также они никогда не будут использовать бумажные деньги. Так как тому времени, когда они по-настоящему начнут использовать деньги, бумажных денег уже не будет. Они будут таким же анахронизмом, как для нас выглядят факсовые аппараты или лошадиные повозки. Экспоненциальные инновации в масштабе всего мира позволят получить доступ к оставшимся 6 миллиардам, обладающих огромными потребностями, а эта система предложит им решение. Она еще не готова. Она пока зарождающаяся. Сложная. И для большинства людей она невозможна в использовании. В 1989-м я отправил свое первое письмо. И для этого мне было необходимо скомпилировать почтовую программу версии для Unix, используя компилятор C, а также обладать опытом командной строки Unix. Я все сделал в командной строке, набрал свое письмо, и это письмо было отправлено через великий интернет за невероятные три дня. Ровно через 20 лет этот опыт повторила моя мама одним движением пальца. Сегодня биткоин и все валюты, построенные по данному рецепту, находятся на том же самом уровне, что интернет в 1991-м. Только сейчас у нас есть интернет. И темп экспоненциального роста уже начался. Изобретение растет с невероятной скоростью. Я провожу в полном объеме каждый день, пытаясь не отстать от биткоина, всего лишь с одной валютой, и это почти невозможно. Не недооценивайте это. Не слушайте людей, которые говорят вам, что биткоин лишь для порнографистов, террористов, наркоторговцев и игроков в азартные игры. Помните, что они говорили абсолютно то же самое об интернете. И когда вы предоставляете это для двух-трех миллиардов людей, они в этом не заинтересованы. Они хотят поделиться видосиком про котиков. И теперь у нас есть интернет с миллиардом видосиков про котов. Но когда вы берете цифровую валюту из мейнстрима и отдаете четырем миллиардам людей, которые были изолированы, от международной системы финансов и торговли и даете возможность управлять своими деньгами, защищая от замеченных в коррупции правительств и банков, которые воруют у них, то вы даете им возможность управлять своим будущим. Вы даете им возможность делать транзакции с кем угодно в мире, иметь собственное название на своей собственности с помощью абсолютно передаваемого цифрового трокена, признаваемого повсеместно. управлять финансами, которое не может быть изъято, заморожено или цензурировано. Они будут покупать еду, медицинское обслуживание, предметы гигиены, образование, приют, как это делаем все мы. И им не будет отказано в этой технологии. Не недооценивайте то, к чему это ведет. Интернет денег был запущен 3 января 2009. Это уже идет. И идет гораздо быстрее, чем вы думаете. Это глубже, чем вы можете представить. Это сложнее, чем вы сейчас можете понять. И чтобы увидеть все последствия, требуются годы исследований. И это подарок целому миру. Эта технология, представляющая шестую, самую великую инновацию в технологии денег, наиболее старой технологии нашей цивилизации. Спасибо. Ну что, позадаем вопросы? У нас осталось много на это времени. Вопрос. Что определяет покупательскую силу валюты? Как она устанавливается и что для этого нужно? Если бы я купил несколько биткоинов, то кто может манипулировать его стоимостью? Каждый. Покупательская сила биткоина определяется абсолютно теми же механизмами, что и покупательская способность евро, британский фунт, японская иена или американский доллар через рыночные силы, спросы и предложения, а также международными рынками ликвидности, которые работают круглые сутки. Фундаментальная разница здесь в том, что торговля биткоином никогда не останавливается. Она непрерывно продолжается уже 7 лет, а сеть всегда работает и каждые 10 минут сердце биткоина бьется, а транзакции обрабатываются, биржи никогда не закрываются, нет понятия цены закрытия для биткоина, это постоянный процесс. И в этой торговле капитализация рынка составляет около 12 миллиардов торговли по всему миру. Что такое 12 миллиардов для глобальной валюты? Это рыбка гуппи, плавающая в водах с заселенными акулами. И каждый трейдер, каждый кит, заходящий в эти воды, оказывает влияние на цену. И прямо сейчас мой опыт жизни на биткоине, что я делаю исключительно на протяжении последних трех лет, является американскими горками. Это абсолютные американские горки. Я видел изменение цены в 30-40% в течение одного дня. Но при этом, если вы посмотрите на долгосрочный тренд, объемы растут, транзакции растут, а волатильность сокращается. И красота всего этого в том, что я не могу продать его американцу, не могу продать британцу, я не должен продать его аргентинцу, я не должен продать его бразильцу, я не должен продать его венесуэльцу. Я пришел на конференцию, и один аргентинец мне сказал, мне все равно по поводу волатильности. У моей валюты волатильность вот такая, а у биткоина волатильность вот такая, и я лучше пойду по этому пути. И не нужно им рассказывать, почему их правительство выбрасывало людей из самолетов не далее, чем 35 лет назад, за несогласие. они и так знают, почему идея разделения денег и государства является хорошей. Так что волатильность относительно. Еще вопросы? Ножи. Ага. Давайте передадим вам микрофон. Только один короткий. Простите. Итак, хорошо, простите. Спасибо, отличная речь. Но очевидно, что история выглядит как лишь одна сторона монеты. Мы также читаем и знаем про, скажем, крупные взломы и, не знаю, Битфиникс. Я думаю, что у них украли 40% их денег. Также эти автономные организации, подвергающиеся взлому, и все в этом роде. Можете в какой-то степени осветить, скажем, темную сторону тех аспектов, которые могут подвергнуть сомнению наше доверие этой эволюции. Абсолютно. После появления автомобиля рулевое колесо не было изобретено в течение 30 лет. Почему? Потому что первый автомобиль имел два кожаных ремня, которые нужно было тянуть влево и право, чтобы управлять машиной, чтобы она поворачивала. Для поворотов машины использовались лошадиные поводья. Это называется скевоморфный дизайн. Это значит сохранение тени предыдущего прошлого в новой системе при невозможности увидеть новое измерение и копирование прошлого. У нас есть нецентрализованная валюта, когда ваши деньги это ваши деньги. Ваши ключи ваши деньги. Не ваши ключи не ваши деньги. Так что же мы в первую очередь делаем с этой новой системой? Мы создаем централизованный институт, имеющим кастодиальное управление, который забирает деньги других людей и для них же их хранит. Угадайте, что? Вся история банкинга, все системы регулирования и надзора основаны на простом многовековом понимании того, что когда кто-то другой держит ваши деньги, есть вероятность, что он с ними сбежит. И вся система регулирования создана это предотвратить, хоть это и продолжает происходить повсеместно. В хеджевых фондах, в банках и повсеместно в национальных валютах. И конечно, если вы скопируете подход к кастодиальным учетным записям, биржи собирают и накапливают чужие биткоины. И это снова происходит. И даже в худшей степени, потому что они в большинстве случаев не подвержены надзору регулирующих органов. И ответ простой. Перестаньте децентрализировать децентрализованную валюту. Перестаньте пытаться копировать банковское прошлое для будущих денег. И важно осознать то, что безопасность биткоина это возникающее свойство, существующее из-за децентрализации контроля и власти. Если я захочу взломать биткоин у миллиона пользователей, имеющих свои ключи, то мне придется взломать миллион пользователей. Если они отдадут свои ключи одному человеку или одной организации, то у нас получается приманка. Приманка, привлекающая внимание каждого хакера на планете. И заметьте, что случилось. За семь лет с капитализацией рынков 12 миллиардов долларов биткоин является крупнейшим внедрением криптографии в мире, самой крупной инфраструктурой ключей в мире, крупнейшей приманивающей системой безопасности в мире, и он безопасен не из-за того, что не подвергается атакам. Он безопасен, потому что вырабатывает иммунитет из-за атак, происходящих постоянно. 24 часа в сутки с самыми опытными хакерами на планете. И если в такой окружающей среде вы создаете централизованную кастодиальную биржу, используя PHP и MySQL, помещая в это приманку размером в 150 миллионов долларов, вы привлекаете акул. Биткоин-банки взламывали, биткоин-биржи взламывали, биткоин не был взломан и не может быть взломан, потому что у него нет точки контроля, на которую можно было бы оказать давление. Он полностью децентрализован. Ладно, может быть, еще один вопрос. Откуда возникает объем оборачиваемых биткоинов? Вы уверены, что рынок не подвергнется переполнению? Объем биткоина определяется алгоритмически, определенный на геометрически затухающей функции объема. Это значит, что в начале каждые 10 минут появлялись новые 50 биткоинов. То есть каждый блок сердечный удар 10 минут создавал 50 новых биткоинов. Эти биткоины использовались в виде вознаграждения для модели безопасности, основанной на теории игр, обеспечивающей валидацию каждой транзакции совершенно независимыми анонимными участниками, ставящими электричество как гарантию работы, которую они выполнили. И если они выполнили работу по безопасности успешно, по валидации транзакций, то зарабатывают в виде награды на основании вероятностных доходов эту награду. 50 биткоинов каждые 10 минут. Таким образом, в экономике появилась эта валюта. Каждые 4 года эта награда сокращается вдвое с 50 до 25 в ноябре 2012. А в этом году, в июле, после июля, у нас был второй халвинг, который отмечали на вечеринке дня рождения по всему миру, и когда вознаграждение по биткоину сократилось с 25 до 12,5 биткоинов. По дизайну системы денежная политика намеренно дефляционно и симулирует выпуск драгоценных металлов. Становится все сложнее и сложнее добывать золото. Все с большими и большими затратами. И у биткоина то же самое. Идея в том, что со временем его выпускается все меньше и меньше. Если вы продолжите эту геометрическую кривую, то в какой-то момент вы достигнете нуля. И в 2141 году выпуск биткоина прекратится. 21 миллион монет является верхним пределом. Объем никогда не достигнет 21 миллион. Это часть протокола. И это неизменяемая его часть. И это является обязательной для каждой системы, участвующей в сети биткоина. Это задумано как должные деньги. Но это не единственная существующая денежная политика. Есть еще несколько валют, у которых есть другие денежные политики. Основная идея биткоина служить очень и очень надежной резервной валютой по многим другим причинам. Пожалуйста, какой вы можете дать совет компаниям, не являющимися финансовыми институционалами, о том, какие можно предпринять тактические шаги для экспериментов с блокчейном с точки зрения сохранения стоимости. Я думаю, понимание того, что это не только лишь валюта. Понимание, что это платформа доверия. Понимание, что она может быть использована как исторический журнал записи правды, регистрирующий информацию, которая может быть использована для создания любых видов токенов, которые могут быть обменены между вашими покупателями, поставщиками, производителями, но также может быть использована как валюта для любых трансграничных транзакций, для экспортно-импортных операций, потоках, основанных на денежных переводах, выплаты партнерам в филиалах, всего того, что в настоящий момент дорого. Медленно, сложно, становится быстрым, дешевым и легким, когда вы используете одну из этих цифровых валют, но пока все еще рано. Так что сейчас изучайте это. Вот одна важная вещь, которую вы должны понять. О блокчейне вы будете слышать много. И большинство того, что вы будете слышать о блокчейне, это не интернет-денег, это интранет-денег. Интранет это то, где вы запускаете фронт-пейдж, аутлук, а также устаревшее программное обеспечение в вашем закрытом маленьком корпоративном болоте с застоявшимся контентом и скучными приложениями, в конечном итоге пронизанным вирусами, потому что вы не можете обеспечить безопасность. Блокчейн, который не открыт, который не публичен, который не трансграничен и который не открыт для инноваций, не то, о чем мы с вами сейчас говорим. И это очень важное отличие. И может быть полезно. Если вы хотите организовать клиринг между тремя банками, может быть. Но это не интернет-денег. Спасибо. Кстати, всем задавшим вопросы я раздаю бесплатно мою книгу. Подходите. И большое всем спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!